С наступлением холодов нагрузка на электросети увеличивается, а значит возрастает вероятность возникновения пожаров. Лабутнанские инспекторы отдела надзорной деятельности напоминают горожанам о правилах безопасности. Накануне огнеборцы организовали профилактический рейд. Они посетили семьи, группы риска и провели лекцию, как уберечь свое жилье от пожара. А заодно и проверили, в каком состоянии находится электропроводка в их квартирах. Светлана Келлер расскажет подробнее. 93 лабутнанские семьи, судя по официальной статистике, находятся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Члены межведомственной комиссии, в составе которой представители соцсферы, сотрудники управления ГОИЧС и пожарные сегодня инспектируют условия их проживания. Пока социальные работники ведут работу с домочадцами, спасатели проверяют чисто технические моменты. Исправность электропроводки, соблюдение норм и правил безопасности. Эта уличная лампа, запутанная в проводах, насторожила огнеборцев. Их опасения подтвердились, когда они зашли в квартиру. Там они обнаружили поврежденный электросчетчик и незакрепленные оголенные провода. А что с ней будет? Айси замкнет. Не замкнет она. Почему? Так уже два года, как было, так и она есть. Это нарушение требования пожарной дуба, так эксплуатировать проводку нельзя. Мало того, что хозяина квартиры нисколько не смущает состояние электропроводки, он умудряется использовать ее еще и не по прямому назначению. На кухне, к примеру, электропровод приспособили под крючок для бельевых прищепок. Замечания инспекторов мужчина принял во внимание. Но менять в доме, признался он, ничего не будет. Так как через два месяца его семья планирует переезд в новую квартиру. Эксплуатировать электропроводку так запрещено, то есть нарушение требований пожарной безопасности, сами видели то, что они как бы есть. Данный граждан будет привлечен к административной ответственности, то есть за нарушение. Там попробуем своими силами что-то сделать, чтобы он устранил хотя бы до того периода, пока его переселят. То есть так эксплуатировать запрещено проводку. К собственникам остальных квартир из списка категории особо у огнеборцев вопросов не возникло. Как выяснилось, хозяева стараются исправно следить за состоянием проводки и электроприборов. Несмотря на это, инспектор отдела надзорной деятельности все же напомнил им о мерах пожарной безопасности, подчеркнув, что именно такие неисправности зачастую становятся причинами возгораний. Тем более в зимний период, когда нагрузка на электросети увеличивается в разы. Только с начала этого года в Лабутнанках зарегистрировано 25 пожаров в жилом секторе. В огне пострадало 4 человека, еще двое погибли. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное».